У студентов-экологов начался сезон очистки малых рек. Рукотворные свалки на берегах таят не только опасность для водоемов, но и неожиданные находки. Танки грязи не боятся. Студенты Сибгути в шутку называют себя теми самыми машинами, которым сюрпризы природы нипочем. В проливной дождь с мешками, ведрами, закатав рукава, все это на благо, за экологию. Мы уже ходили один раз собираться в дождь на набережную, так что так даже интереснее. Им себя не жалко, говорят, ну и что, что уже промокли до нитки. Зато в зачетной книжке появится заветная отметка. А берег речки Плющихи засверкает чистотой. Погода была бы хорошей, еще бы было лучше. Просто вообще не получилось. А так вообще, на самом деле, мы стараемся, чтобы все-таки Новосибирск была чистая, чистая, хорошо. Из экологов вклады искатели в считанные секунды. В куче мусора нашли водительские права и документы на машину. Обещают передать в местное отделение милиции. Может, хозяин объявится и вспомнит добрым словом. Теперь активнее разгребают свалку. Мало ли что еще отыщется. Но даже сотни студенческих рук недостаточно, чтобы вернуть цветущей Плющихе былую красоту. Наивно надеялись на поддержку местных жителей. Но никто не вышел. Наверное, в округе не заведено убирать за собой. Мусор есть уже. Несколько лет я его вижу. Все выбрасывают. И машины промышленные приезжают. Через неделю сюда, на берег Плющихе, выйдет очередной отряд студентов-добровольцев. Дали за рок работать до последней соринки. Как с этой свалкой найдут другую. Ведь далеко ходить не надо. Лариса Суряга, Виталий Кудрявцев, Вести, Новосибирск.